Я сейчас жду своего друга, он мне поможет с чемоданом. Вы не пускаете нас, а нам надо бок снимать. Кто вас не пускает? Всё, мы выезжаем. Друзья, всем привет! Вы на канале Даша Кошкина Live. И я сейчас не буду много всего говорить, забивать вам мозг. Я и не могу, потому что вы слышите мой голос, у меня сейчас кашель, я говорю в нос. В общем, я немного заболела. Но, несмотря на это, я всё равно записываю вам в нос. Честно, мне бы хотелось лежать в кроватке и смотреть дневники вампира или сериал «Ты». Ну, короче, но это будет после. Сейчас поставьте лайк, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм, так как там скоро выйдут фотографии с лагеря и много всего интересного. В общем, а мы начинаем. Друзья, всем привет! Привет! Наш влог начинается нестандартно. Мам, расскажи, что происходит. Что происходит? Дашу провожаем. Она уезжает в лагерь. Да. А что такое лицо грустное? Я рад. Вот я тоже не понимаю. Я рад. О, вот видишь, папа рад. Папа за тебя рад. А я буду тоже рада. Скучать, да. Скучать буду очень. Джошек больше всех. Джошенька, поздоровайся с нашими ребятами. Мой сладенький. Он не понимает, что происходит. Даша весь день бегает, собирает чемодан. Вот у меня. Я беру средний чемодан с собой, плюс рюкзачок. Ты ничего не забыла? Кстати, почему такой легкий твой чемодан? Ты там вообще ничего не брала с собой? Нет, брала. Зато у меня рюкзак тяжелый. Как-то так получилось. Я не знала, почему. Сегодня на улице минус 12, и холодно. Теплые вещи надо брать. Да, ребятки, кстати, так получается, что как раз таки мы едем, и температура очень сильно опускается. Завтра будет ночью минус 16. Вау! В общем, главная цель не заболеть. И что еще хотела сказать. Каждый раз, перед тем, как куда-то ехать, у меня ощущение, что я что-то забыла. Ты забыла ребятам сказать, чтобы они подписывались, кто не подписался. И обязательно там колокольчик, чтобы приходили уведомления на все самые новые видео. Нажимал на колокольчик. Да. В общем, папа и мама уже все сказали. В общем, ребята, вы знаете, что делать. А мы поехали. Друзья, все, родители меня уже привезли. Опа, сейчас вылепетываем. Джошек, ты будешь за мной скучать? Сонька, вкусик. Я тебя уже жду. Сумочка тебя ждет. Да, папа мне помогает с чемоданом. Джошка будем скучать. Я за вами тоже. Джошенька, Джошек, поцелуешь? Джошек, на папу смотри. Все. Бери. Кого ждем? Я сейчас жду своего друга. Он мне поможет с чемоданом. В общем, да, сейчас я ему напишу. А вам я говорю пока. До встречи. Маша, а со мной поцеловаться. И с тобой поцеловаться. Давай я тебя держу. Все. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. Хорошо, звоним. Смотри, Джошек. Смотри, Джошек в окне. Сейчас я вам покажу. Ребята, если вам будет видно. Все, он убежал. Он только что прямо возле окошка стоял. Зайчик, пока, пока. Все, ребятки. Давай, чтобы полиция меня здесь не оштрафовала и стоять нельзя. Да, да. Одевай рюкзачок. Хорошо. Хэллоууууу. Всем хэллоуу. Хэллоуу. Так, все, подняли. Берем чимердаун. Берем. Я уже заберла. Уходим. Каюсин, каюсин Ой Я ему зарядила прям в лицо Все, заходим Знаете, когда мы пришли к Дане и Владу Я сразу ощутила Вот эту вот атмосферу Перед какой-либо поездкой Куча вещей разбросаны Чемоданы Я уже, еще и мы привезли свои чемоданы Я уже даже не помню, не сосчитать Сколько чемоданов было на один квадратный метр Разный декор Приколюхи валялись, которые ребята хотели взять с собой И знаете, в самом начале Мы когда пришли, сели вот так вот на диванчик И просто втыкали Просто втыкали Я не знаю, почему-то всем резко захотелось спать Но потом пришел Виталик, наш друг И немножечко оживил атмосферку И мы ему решили подарить один подарочек Который заготовили еще в том году Как ты говорил как-то вообще, что ты вот это хочешь Вот, как ты думаешь, что? Белку летягу? Серьезно? Нет! Корги? Ну, 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 ну Ну, нет Ну, нет, нет Ну, давай вспоминай Джордана четвертая Пока ты не вспомнишь, мы тебе не отдадим Ой, агрессия Агрессия? Сейчас мы ехали снизу Я не знаю, что можно вспомнить Что это может быть? Вспоминай Кофта какая-то Нет Нет Ладно, эта вещь маленькая Помещается ко мне в карман Жвачки Нет Всего-то тысяча долларов Сейчас туда подойдем Всего-то тысяча баксов стоит Давай вот так С, два, три Что это? Брелок с корги Ну, корги, ну, почти Он очень классный Знаете, что он уже не хочет корги? Я хочу белку летать Что? Что? Подожди, ты не хочешь же корги? Просто она дешевле А-а-а Понял Я повешаю куда-то На рюкзачок На рюкзак Ты говорил, что ты хочешь собирать? Ой Дай ему такую У меня носки с вербенной С кем? С вербенной А мы нос нарусом А ну, подожди Да я не увидела В Украине Наруто Вот О, да че Затем к нам пришла Дина Сестра Даны Вот Она как раз этот вечер Улетала в Париж И ребята помогали ей собираться Параллельно собирали свои вещи Мы общались Веселились Слушали музыку Здравствуйте Короче, мы сейчас идем выгуливать Каю Каюсика Вообще должен был выгуливать только Виталик Но мы решили все вместе пойти Виталик, намордник возьми Себе Ребята, чтобы вы понимали Мой лето сейчас все-таки описывает То, как на улице сейчас холодно Данную температуру Сейчас где-то минус 15, если не ошибаюсь Завтра будет еще холоднее И мы едем в лагерь Просто Я не знаю Как мы там будем У меня Они мели губы И тяжело говорить Ребята, чтобы вы понимали Вот я не вру Минус 14 градусов Это Дубео Самое жесткое Было в Херсоне Минус 22 Кайф Смешно Я что-то не попробую Да, вот я ж поэтому Что-то осталось А, это домашние? А я сейчас сниму Короче, мальчики закрыли здесь в ванной И что-то там... Кричай, кричай, кричай Добро пожаловать в рай Что-то успел заснять Короче, они нас не пускают Все Вы не пускаете нас А нам надо влог снимать Кто вас не пускает? Покажите Вы? Сколько ты весил? Не, за ноги-то я пойду Я тогда весил 78 кило, блин Руслан, 78 кило было, когда я приехал Пошли Сколько ты сейчас весишь, Руслан? Сколько? 75 А я весил 78 кило, когда приезжал Сейчас мне просто Мне у меня спросу хорошо Нет, я еще сегодня набрал на бане Я бы вот не там брал Yes, sir Yes, sir Yes, sir Первое чувство Ну шо ж ты, как ты стелишь? Ну углы а мне Да мне, углы Ну кто так делает? Сынок, ты уроки сделал? Походу нет Сонное царство наконец-то проснулось, ребят Все, мы выезжаем в Лайдер Меня тут нет, вы меня вообще не замечаете Вы идете прямо Меня тут нет Да, спасибо Так, я не знаю, что мы сейчас будем делать Или вызовем такси Но так как у нас сумки, чемоданы Я не знаю, скорее всего нас сюда не пустят Поэтому сейчас или на метро Или на автобусе Или двумя такси Короче Побачим, побачим Работа Сластво все Типе står Ты же кизл Сипчики На бор兒 Уборьба Уборы Видите какие небоскребы Уборные Уборные небоскребы Мокажи Все Сюда У меня нет таких же, что Вот так мы загрузились Это все было только на себя вз app Да, это его вещь, мы вообще не знаем, кто это будет. Вот это наши две сумочки. Я все в карман там и сделаю. Девочки. Девочки. Нам многого не надо. Да, девочки. Пачка чипсов. Короче, мы уже приехали на место встречи, тут еще пока что никого нет. Может, они встали где-то в другом месте, мы без понятия нашли автобус, который как раз таки едет туда, куда нам надо. Может быть, это наш. Может, не наш. Мы не знаем. Ждем остальных. Приехали мы, значит, на место встречи. Мы-то думали, что мало ли, там автобус нас уже ждет. Утро, холодно. Мы быстренько запрыгнем и поедем. Но нет. Мы еще ждали минут 10 ребят, пока все соберутся. Многие ребята были не местные. Там кто-то с Херсона, кто-то с Одессы, кто-то с Николаева. И все как бы искали, где мы находимся. И плюс сам автобус мы ждали минут 15. Поэтому, да. Потом, когда мы сели автобус, я не могла отогреться всю дорогу. Короче, мы на улице стояли где-то минут 15. Дико все замерзли, хоть и достаточно тепло оделись. Ноги прям, когда зашли в автобус, начали болеть от дикого холода. На улице сейчас где-то минус 14, да? Минус 14 сейчас? Да? Да. Минус 14. И я грею ноги в шапке. Спасибо моей маме за лайфхак. Спасибо, мам. Манхвы. Да, она сейчас читает Манхвы. Так сюда. Анимо. А я буду спать. Мы приехали. Мы приехали. Ой, 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 ой. Короче, мы зашли уже в корпус. Наш корпус номер 3. Наконец-то в тепло. А то я уже не могу. Тебе в 32? Да. А тебе в какую? А я не помню. Открывай. А мы не помним. Надо смотреть, нам скидывали там кто с кем живет. Но мы будем переселяться, потому что кто попала с кем. Тут уже кто-то есть. Кто-то тут уже живет. Короче, мы заселились вчера и не заселились. Мы совсем не поняли. По идее, я должна положить в другом номере, не с своими девчонками из Киева. Но я заселилась к ним. Все нормально. Короче, все перемещаются куда хотят. Кому где комфортно. Топун идет к еде. И так, друзья, под такие прекрасные звуки. Мы продолжаем. Мы продолжаем. В общем... А, не приближается. Давай, сделаем. Зума! В общем, мы очень устали. Мы вообще сейчас работаем не в себя. Пашем, упахиваемся, как лошади. Поэтому... Как тяжело сидеть под кроватью. Ну, это нереальный труд. Поэтому... Просто посмотрите на лицо работающего человека. Вот это лицо. С очками и рогом. Вот. Настя там вообще где-то лежит. Сколько ты сегодня поспала? Вообще 20 минут и в дороге еще часик. Ну, чуть меньше полтора часа. Ну, где-то... Живем-живем. Мы все сегодня мало спали. Так что сейчас... Сидим в патчах. Раскладываем вещи. Потом что-то будем делать. По возможности. По желанию. Да, движи малина. Валера наглаженный. Наглаженный Валера, да. Накрашенный. Накрашенный Валера. Сексуальная революционная. Заш лица дорого. Ну, это ваше. А это наше. А, ты реально себе принесла? Что принесла? Я не понимаю, что происходит, друзья, мужчина. Няу. Держи, малина. Поехали. Я не понимаю, что происходит. Понял? Да? Нет, неправильно. Подожди. Переправильно. Давай, раз, два, три. Итак, мы заселились, отдохнули, почилили, и на следующий день началось все самое движовое, интересное. Приехали остальные ребята, и началась основная программа. После этого был наш первый клуб. Вау. Что вообще происходит на клубах? Лолос, пожалуйста, ты мне еще нужен. Мы там играем в игры, танцуем джиз-дэнсы, поем песни. В общем, сейчас сами увидите. И да, моменты после клубов. Одни из самых любимых, так как вы там общаетесь друг с другом, обнимаетесь, дарите вот это вот тепло, энергию. В общем. Ну и главное, на чем я бы хотела сделать акцент, это люди, которые меня окружали все это время, всю эту неделю в лагере. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы сейчас смотрите это видео. Знаете, за ночь до лагеря я общалась с одним человеком, и говорю ему, что, ну, интересно, что мне даст в этот раз этот лагерь. Ведь я туда уже ездила, и вроде те же самые люди, но он мне дал очень-очень много, и опять меня поменял на 180 градусов, и это просто вау. Это просто вау. Знаете, сейчас в голове прилетают все вот эти моменты, как мы вместе там ходили в столовку, как мы там сидели, кушали, как мы сидели, ходили в комнаты друг друга и сидели там до трех часов ночи, просто ржали, болтали, угорали со всего. Как с некоторыми людьми просто часами сидели, разговаривали по душам, чего раньше не было. И некоторые люди для меня открылись по-другому, с другой стороны. И я очень благодарна этому времени, благодарна и рада, что мы поехали все вместе. Вот. Знаете, сейчас прилетают все эти моменты в голове, и мне даже не верится, что мы там были всего неделю. Такое ощущение, как будто мы там были месяц, потому что очень много всего произошло, ребят, ну, прям очень. Так что да, друзья, я всем вам искренне рекомендую поехать в лагерь. В какой угодно, в какой захотите. Это действительно меняет твою жизнь, это новые знакомства. И знаете, как классно осознавать, что у тебя есть знакомства в каждой точке твоей страны. Это прям вау, и ты можешь приехать в гости, классно провести время, что тебя там ждут, что тебя любят, ценят. И что ж, предлагаю на этой хорошей, такой позитивной, милой ноте закончить первую часть. Вот, я думаю, еще будет вторая, потому что еще много чего я бы вам хотела показать. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю, ценю. И всем пока-пока, чмоки-чмоки. Субтитры сделал DimaTorzok